Карлос Кастанеда. Путешествие в Экстлан. Введение. В субботу 22 мая 1971 года я вновь отправился в мексиканский штат Сонора на очередную встречу с Доном Хуаном Матусом, магом из племени Яки. Мы были знакомы с 1961 года. Я думал, что эта встреча ничем не будет отличаться от множества предыдущих визитов за 10 лет моего ученичества. Однако события, последовавшие за ней, оказались для меня в каком-то смысле решающими, поскольку ознаменовали окончание учебы. Это не было с моей стороны ни капризом, ни бегством, но вполне закономерным и естественным окончанием исчерпавшего себя этапа. Описанию процесса обучения посвящены две предыдущие книги «Учение Дона Хуана» и «Отдельная реальность». Когда я писал их, то исходил из предположения, что ключевыми пунктами в обучении магии является состояние ощущения необычной реальности, вызванной употреблением психотропных растений. Дон Хуан был специалистом в использовании трех таких растений – дурмана обыкновенного, кактуса пиота и галлюциногенных грибов. Под их воздействием восприятие мира становилось настолько необыкновенным и впечатляющим, что я поневоле пришел к выводу – состояние необычной реальности – единственный путь к постижению и освоению того знания, которое пытался передать мне Дон Хуан. Однако я ошибался. Чтобы исключить возможность какой-либо путаницы относительно моей работы с Доном Хуаном, я хотел бы сказать, что никогда не предпринимал никаких попыток соотнести Дона Хуана с какой-либо социально-культурной средой. Себя он считал индейцем Яки, однако это отнюдь не означает, что система известных ему знаний является достоянием всего племени Яки или практикуется только ими. Говорили мы по-испански, и только благодаря тому, что он в совершенстве владел этим языком, мне удалось получить исчерпывающее толкование его практической системы. Я назвал эту систему магией, а Дона Хуана – магом, поскольку именно такими категориями пользовался он сам. В начале ученичества мне удавалось записывать большую часть того, что говорил Дон Хуан. А потом уже на более поздних этапах вообще практически все. Поэтому за годы обучения у меня накопились целые экипы блокнотов, заполненных полевыми записями. При их обработке и редактировании мне, естественно, пришлось кое-что исключить. Но в любом случае, это были моменты, с моей точки зрения, несущественные и непринципиальные. Работая с Доном Хуаном, я относился к нему только как к магу. Соответственно, мои усилия сводились лишь к тому, чтобы приобщиться к его системе магических знаний. Здесь следует особо остановиться на одном моменте, лежащем в основе системы магического знания. В передаче Дона Хуана маг, в отличие от обыкновенного человека, не считает мир повседневной жизни чем-то устойчивым и однозначно реальным. Для мага реальность, то есть мир, как мы его знаем, не более чем описание. В попытках убедить меня в правомерности такого подхода, Дон Хуан приложил все усилия, чтобы я понял, на собственном опыте, мир, который я привык считать реальным и основательным, на самом деле всего лишь описание мира, программа восприятия, которую закладывали в мое сознание с самого рождения. В его объяснении каждый человек, который вступает в общение с ребенком, непрерывно разворачивает перед ним свое описание мира. Таким образом, все, кого ребенок встречает в своей жизни, становятся для него учителями. Они учат его определенным образом описывать мир. И в какое-то мгновение ребенок начинает воспринимать мир в соответствии со сформированным в его сознании описанием. Этот момент имеет огромное значение, поскольку ни много ни мало определяет всю нашу судьбу. Дон Хуан утверждал, что мы не помним об этом просто потому, что нам не с чем сравнивать. Однако именно в этот миг человек входит в мир. Ребенок становится полноправным членом группы людей, использующих определенное описание мира. Он владеет этим описанием и способен в его рамках соответствующим образом интерпретировать то, что воспринимает. Интерпретации же, в свою очередь, подтверждают описания, которые в результате становятся еще более устойчивыми. Таким образом, с точки зрения Дон Хуана, реальность нашей повседневности состоит из бесконечного потока чувственных интерпретаций. Являясь членом группы лиц, использующих одно и то же описание мира, мы просто научились одинаково интерпретировать явления, воспринимаемые нашими органами чувств. Впечатление цельности картины мира, составленной из чувственных интерпретаций, обусловлено тем, что последние следуют нескончаемым слитным потокам. И за ничтожными исключениями практически никогда не подвергаются сомнению. В самом деле, мы давно привыкли к гарантированной однозначности того, что считаем реальностью. И вряд ли способны сколько-нибудь серьезно относиться к основной предпосылке магического знания, соответственно которой эта реальность всего лишь одно из множества возможных описаний мира. К счастью, Дона Хуана вообще не интересовало, могу ли я серьезно воспринимать то, что он говорит. Он просто излагал положение своей системы, не обращая внимания ни на мое неприятие, ни на мое неверие, ни даже на мою неспособность его понять. Таким образом, с самой первой нашей встречи Дон Хуан был для меня в роли учителя магического знания, неуклонно внедряя в мое сознание свое описание мира. Смысловые блоки этого нового описания настолько не соответствовали основам привычной для меня картины реальности и были до такой степени чужды моему восприятию, что осознание каждого понятия, входившего в систему Дона Хуана, требовало от меня чрезвычайных усилий. Он заявил, что учит меня видеть, подразумевая под этим способ восприятия, принципиально отличающийся от обычного зрительного восприятия, которое Дон Хуан определял словом «смотреть». Первым шагом на пути к видению была, по его словам, остановка мира. Все эти годы я считал остановку мира лишь загадочной метафорой, лишенной смысла. И только недавно, в самом конце своего ученичества, во время разговора, не имевшего, казалось бы, прямого отношения к процессу обучения, я неожиданно осознал всю глубину и значимость этого понятия. Оно оказалось одним из краеугольных камней, лежащих в основе всего учения. Мы с Доном Хуаном просто сидели и говорили о чем-то. И я рассказал ему об одном из своих приятелей, у которого были серьезные проблемы с девятилетним сыном. Последние четыре года мальчик жил с матерью, а потом отец забрал его к себе и сразу же столкнулся с вопросом «что делать с ребенком?». По словам моего друга, тот совершенно не мог учиться в школе, потому что его ничто не интересовало. И кроме того, у мальчика совершенно отсутствовала способность к сосредоточению. Часто ребенок без видимых причин раздражался, вел себя агрессивно и несколько раз даже пытался сбежать из дома. Да, и впрямь проблема, усмехнулся Дон Хуан. Я хотел было еще кое-что рассказать ему о фокусах ребенка, но Дон Хуан меня оборвал. Достаточно. Не нам судить о его поступках, бедный малыш. Сказано это было довольно резко и твердо. Но затем Дон Хуан улыбнулся. Но что же все-таки делать моему приятелю, спросил я. «Худшее, что он может сделать, это заставить ребенка согласиться», — сказал Дон Хуан. «Что ты имеешь в виду?» Отец ни в коем случае не должен ругать или шлепать мальчика, когда тот поступает не так, как от него требуется, или плохо себя ведет. Да, но если не проявить твердость, как же тогда хоть чему-нибудь научить ребенка? «Пусть твой приятель сделает так, чтобы ребенка отшлепал кто-то другой». Предложение Дона Хуана меня удивило. «Да ведь он не позволит никому даже пальцем до него дотронуться». Моя же реакция ему определенно понравилась. Он усмехнулся и сказал. «Твой друг не воин. Будь он воином, ему было бы известно, что в отношениях с человеческими существами не может быть ничего хуже и бесполезнее прямого противостояния». «А что в таких случаях делает воин, Дон Хуан?» «Воин действует стратегически». «Все равно я не понимаю, что ты хочешь этим сказать». «А вот что. Если бы твой друг был воином, он помог бы сыну остановить мир». «Каким образом?» «Для этого ему потребовалась бы личная сила. Он должен быть магом. Но он ведь не маг. В таком случае нужно, чтобы изменилась картина мира, к которой привык мальчик. А в этом ему можно помочь и обычными средствами. Это еще не остановка мира. Но сработают они, пожалуй, не хуже». «Я попросил объяснений». Дон Хуан сказал. «О месте твоего друга я бы нанял кого-нибудь, чтобы тот отшлепал парнишку. Порыскал бы хорошенько по трущобам и нашел бы там мужчину как можно более жуткой наружности. Чтобы тот испугал малыша? Глупый ты. Просто испугать в этом случае мало. Ребенка необходимо остановить, но отец ничего не добьется, если сам будет ругать его или бить. Чтобы остановить человека, необходимо сильно на него нажать. Однако самому при этом нужно оставаться в невидимой связи с факторами и обстоятельствами, непосредственно связанными с этим давлением. Только тогда давлением можно управлять». Идея показалась мне нелепой, но что-то в ней было. Дон Хуан сидел, облокотившись левой рукой на ящик и подпирая ладонью подбородок. Глаза его были закрыты, но под веками двигались глазные яблоки, словно он по-прежнему меня разглядывал. Мне стало не по себе, и я сказал. «Может, ты все же объяснишь подробнее, что делать моему приятелю?» Пусть отправится в трущобы и найдет самого жуткого ублюдка, только помоложе и покрепче. Затем Дон Хуан изложил довольно странный план, которому должен последовать мой приятель. Нужно сделать так, чтобы во время очередной прогулки с ребенком нанятый тип следовал за ними или поджидал их в условном месте. При первом же проступке сына отец подаст знак, бродяга выскочит из засады, схватит мальчика и отлупит как следует. А потом пусть отец как сможет успокоит мальчика и поможет прийти в себя. Я думаю, трех-четырех раз будет достаточно, чтобы круто изменить отношение мальчика ко всему, что его окружает. Картина мира станет для него иной. А испуг не повредит ему, не искалечит психику. Испуг никому не вредит. Если что и калечит наш дух, так это как раз постоянные придирки, оплеухи и указания, что нужно делать, а что нет. Когда мальчик станет достаточно управляемым, скажешь своему другу еще одно, последнее. Пусть найдет способ показать сыну мертвого ребенка. Где-нибудь в больнице или морге. И пускай мальчик потрогает труп. Левой рукой и в любом месте, кроме живота. После этого он станет другим человеком и никогда уже не сможет воспринимать мир так же, как раньше. И тут я понял, что все эти годы Дон Хуан применял подобную тактику в отношении меня самого. В других масштабах, при других обстоятельствах, но с тем же самым принципом в основе. Я спросил, так ли это? И он подтвердил, сказав, что с самого начала старался научить меня остановить мир. Но пока безуспешно, сказал он с улыбкой. Ты непробиваем. Наверное, потому что слишком упрям. Если бы не твое потрясающее упрямство, ты бы уже, наверное, мог остановить мир любым из приемов, которым я тебя учил. Каких приемов, Дон Хуан? Все, что я заставлял тебя делать, это и есть приемы, с помощью которых останавливают мир. Несколько месяцев спустя Дон Хуан все же добился своего. Я остановил мир. Это событие было одним из поворотных в моей жизни. Оно заставило меня тщательно пересмотреть все, что имело место в течение десяти лет обучения. С полной очевидностью я осознал. Мое первоначальное предположение относительно принципиального значения психотропных растений – ошибка. Они вовсе не являются важным аспектом магического описания мира. Они лишь помогают свести воедино разрозненные части этого описания. Просто в силу особенностей характера я был не в состоянии воспринимать эти части без помощи растений. Упрямо цепляясь за привычную версию реальности, я был глух и слеп к тому, что Дон Хуан пытался внедрить в мое сознание. И только эта моя нечувствительность заставляла его использовать в моем обучении психотропные средства. Просматривая полевые записи, я пришел к заключению, что основы нового для меня магического описания мира Дон Хуан дал мне еще в самом начале нашего знакомства, обучая тому, что он называл приемами остановки мира. Но это не было связано с применением психотропных растений, и поэтому осталось за рамками моего внимания. Теперь пришло время вернуть целостность учению Дона Хуана, расставив все по своим местам. Этому посвящены первые 17 глав настоящей книги. В остальных трех речь идет о событиях, в результате которых мне удалось, наконец, остановить мир. Подводя итоги, я могу сказать, что в начале ученичества у Дона Хуана я столкнулся с иной реальностью. То есть, кроме привычного, знакомого мне описания мира, имело место описание магическое, которым я не владел. Маг и учитель Дон Хуан на протяжении 10 лет последовательно разворачивал передо мной новое описание мира, добавляя по мере моего продвижения все новые и новые его аспекты. Окончание ученичества означало, что я в полной мере усвоил новое описание, научившись тем самым воспринимать мир в соответствии с этим описанием. Другими словами, я окончательно вошел в новый мир. Сделавшись полноправным членом группы, использующей магическое его описание. Дон Хуан утверждал, что на пути к видению сначала нужно остановить мир. Термин «остановка мира», пожалуй, действительно наиболее удачен для обозначения определенных состояний сознания, в которых осознаваемая повседневная реальность кардинальным образом изменяется благодаря остановке обычно непрерывного потока чувственных интерпретаций некоторой совокупностью обстоятельств и фактов, никоим образом в этот поток не вписывающихся. В моем случае роль такой совокупности сыграло магическое описание мира. По мнению Дона Хуана, необходимым условием остановки мира является убежденность. Иначе говоря, необходимо прочно усвоить новое описание. Это нужно для того, чтобы затем противопоставить его старому, разрушить драматическую уверенность, свойственную подавляющему большинству человечества, уверенность в том, что однозначность и обоснованность нашего восприятия, то есть картины мира, которую мы считаем реальностью, не подлежит сомнению. Следующим этапом после остановки мира является видение. То, что под этим понимал Дон Хуан, я определил бы как способность воспринимать аспекты мира, выходящие за рамки описания, которые мы приучены считать реальностью. Я твердо уверен, понять этапы магической практики можно только на основе соответствующего описания мира. С самого начала обучения именно Дон Хуан последовательно знакомил меня с этим описанием. Поэтому для меня его учение остается единственным источником, приоткрывающим доступ к реальности, скрытой за магическим описанием мира. И пусть слова Дона Хуана говорят сами за себя.